Здарова мужики, а также дамы, с вами сегодня Дрю и передача Железный Крепут. И сегодня речь пойдет о такой замечательной премиумной ПТ-САУ 8 уровня немецкой ветки развития, как Ягдтигр 8.8. По словам знаменитого гайдодела Глада Гробовщика, Ягдтигр очень часто называют совершенно неправильно. Его называют и Джеттигр, его называют также Джаджтигр, ну вы понимаете, Джадж значит судить, и за ним прочно закрепилась такая кликуха, как Судья Джет. Так вот, это Судья Джет-младший, потому что орудие у него более скорострельное, гораздо более слабое, нежели у старшей версии на 9 уровне, но зато у него есть дикий ДПМчик. Итак, орудие 8.8 см, ПАК-43, Л-71, пробитие 203 мм, кто-то скажет, что этого недостаточно на 8 уровне, но у меня никаких проблем с пробитием почему-то не возникает, ну разве что на всякие Е-75, вот в НЛД кинуть, все остальное надо, но точность 0.31 вполне позволяет кидать именно туда, куда вы хотите. Вот захотелось вам в НЛД, вы свелись, отправили, без проблем, вот. Но на дистанциях более чем 300 метров, конечно же, это затруднительно, не так уж и просто, но 203 мм пробития, это вполне достаточно. 237 мм под пробитие долговыми старядами, казалось бы, разница с бронебойными обыкновенными несущественная, но иногда это будет вам помогать пробивать девяточки, а выше девяток вас не кидают, и это первый плюс Ягдтигра. Что у нас по Альфе? Урова у нас 240, скорострельность у нас 11,11 выстрелов в секунду. 11,11, ну, чувствуется, желание возникает, убуждение просто, дикое, усилить эту штуку досылателем, и вентилятором, и боевым братством. И что же мы видим? Мы видим КДФ 4,5 секунды. А это означает, что ДПМ наш приближается к 3200 и даже выше. Вот у меня 3500, например, где-то, если я правильно рассчитал, возможно, я ошибаюсь. Разброс 0.31, то есть пушка снайперская, сведение 2 секунды. Сведение почти мгновенное, вы его чувствовать не будете. Пушка замечательная. Да, кто-то скажет, что она не для ПТ, но поймите, не для ПТ, ну, что поделать, сэляви. Зато она скорострельная, зато она позволяет держать на гусле. И что самое главное, очень дешевыми снарядами она плодает. Что вкупе с очень дешевым ремонтом, позволяет вам фармить просто огромные суммы серебра. Эффициент фарма здесь на уровне тайпа 59 и льва. Кстати, очень многие какие-то претензии высказывали по поводу того, что я тайп называю тайпом, нитипом. Я вообще должен называть, знаете, как Усень Ёщи. Вы этого хотите? Ну, хорошо, он фармит на уровне Усень Ёщи. Понравилось, ублюдки. Так вот, в чем минусы Ягдтигра? Минус Ягдтигра, конечно же, в том, в чем минус всех премиумных танков. Они хуже, чем свои конкуренты по ветке. Проще говоря, хуже прокачиванных. Чем хуже? Ну, во-первых, реализовать ДПМ гораздо сложнее, чем Альфу. Я думаю, с этим никто спорить не будет. Для этого достаточно просто иметь голову и понять, что выехать, дать плюху закатиться, это проще, чем найти какое-то пространство, на котором вы можете стоять, расстреливать всех по бортам, во лбу, куда угодно. Просто кидать снаряд за снарядом. Для этого нужно плато, какое-то место, где вы можете встать, возможно, куст. Что еще лучше место, где вы спрячете весь корпус и оставите, видно, только рубку. И будете нагибать через рубку. Понимаете, что вот эти вот условия все суммируются и дают нелицеприятную картину того, что вам будет довольно трудно найти замечательную позицию для своего Ягдтигра 8.8. Однако все равно можно на этом танке жить. Все равно можно на нем нагибать. Каким образом, я сейчас расскажу. Как вы понимаете, брони здесь нет. Казалось бы, немецкий танк, где там броня километровая, арийская, мощная, нет. Здесь у нас вместо брони ее, ну как сказать, фантомное наличие в рубке 250 миллиметров, а вот ВЛД и НЛД просто не какущие. Их пробивают все, кто хотят. Ист-3 будет шить восквас, ВНЛД пробивает. Какие-то вопросы еще есть? Восквас пробивает ВНЛД. Все, забыли про броню, ее здесь нет. Здесь есть броня у рубки. Вот рубку, да, рубку не пробивают даже иногда всяческие БЛ-10, всяческие вражеские 150 миллиметровые пуговки. Вот здесь, да, здесь броня в наличии. Но в НЛД, в ВЛД брони не щитят. Что за то у нас есть в ВЛД и в НЛД? Ну вы уже поняли, да, немецкий танк. Конечно же, у нас там есть движочек. И он очень часто горит. Ну мы знаем все пословицы, то что дед горел и мне велел. Но все равно, надо быть аккуратнее и обязательно возить с собой голдовый огнетушитель. Это, конечно, не экономно, 20 тысяч кредитов. Ну что поделать, сэляви. Гореть вы будете очень часто. Ну, конечно, не так часто, как на пункт Тигре. Но все-таки довольно часто. Танк все равно довольно прост. Несмотря на то, что орудие у него уперто в ДПМ, а не в альпу. Играть на нем довольно просто. Медленный, выбираем фланг, отправляемся. Как выбрать фланг? Да все очень просто. Посмотрим на сетап противника, оценим, где мы можем находиться и одновременно просматривать большую область, в которой танк будет ездить, ему негде будет укрыться. Например, на степях левый фланг с нижнего леса по-замечательному подходу. Ну, проще говоря, вы поняли, там, где поле. Да, там куча горок, но все равно выставляем рубку и ДПМ им, ДПМ им, ДПМ им. Очень хорошо танк держит на бусле. Из-за сверхнизкого КД и большой альфы ставим на буслю и долгим-долгим-долгим по КД просто. Разбираемся, если восьмые, в этом видео вы это увидите. Что еще умеет танк? Еще танк умеет танковать, но только немножко, чуть-чуть умеет танковать. Через рубку, кого угодно почти можете танковать, но через корпус можно танковать семерочки, изредка восьмерочки. Естественно, ромбы докручивают. Что у нас здесь с углами на лодку? Углы на лодке здесь очень хорошие, что горизонтальные, что вертикальные. Они очень комфортные, не вызывают никаких нареканий, никаких проблем. Существует две основные тактики игры на Ягдтигре 8.8. Агрессивное с танкованием и засадное. Засадная тактика. Встал в куст, стеретруба, маск сетинги, большие с куста. Это дефолт, как все знают, это для лоу-бубов. Не для нас. Мужики так не делают. Мужики выбирают место, где смогут реализовать свой ДПМ. Например, по средним танкам. По кому угодно, кто будет ездить по открытому пространству, где есть где развернуться в город. Поэтому ехать крайне не советую. Наше место – это открытое пространство. Но при этом возникает такая ироничная дилемма. Нам надо на открытое пространство, чтобы нагибать тех, кто не может укрыться. Но кто у нас есть в игре? У нас в игре есть очень сложный класс с уникальным геймплеем. Я называю их артокуртизанки. Если их больше трех, можете просто вешаться. Потому что они будут именно вас выпустить. Вы легкая цель, низкая скорость, огромные размеры, сарайный вид и крыша. Ладно, крыша вообще, брони вас будут пробивать, даже всякие хумели. Так вот, суть в чем? В том, что надо избегать арты. То есть двигаться хотя бы вперед-назад, влево-вправо. Хотя бы формальные какие-то движения непредсказуемые делать, чтобы избегать арты. При этом еще успевать как-то настреливать по ДПМ. В общем, танк все равно довольно прост до тех пор, до тех пор лишь, пока не появилась арта против вас. Особенно скилловая. Что мы делаем на этом танке? Я уже объяснил, что мы на него вешаем. Вот вопрос логичный. Вешаем мы на этот танк досылатель, вентилятор. И лично я повесил просветленную оптику, чтобы усилить его обзор. Потому что базового обзора чуть-чуть не хватает. Там всего 390 метров, а нам надо все-таки увидеть противника первым. Будем откровенны, поэтому просветленка. Сведение здесь особо не нужно, сводится он за 2 секунды, перезаряжается 4. Понятным причинам особо оно вам не нужно. Экипаж я сажал на Ягдтигрс в Афлиге 100. Он чувствовал себя там вполне вольготно. У меня когда Ганс в Ягдтигрс забирался, он сказал, что он впервые видит такие толстые стенки бронированные. Я похлопал его по плечу, пожелал ему удачи, он набил 4000 урона в первом бою. К сожалению, Ягдтигрс очень плохо приспособлен для активных действий. Почему? Низкая скорость. Вы можете танковать, но скорость низкая. Поэтому всегда держите золотую середину. Где-то посидите в засаде, где-то будьте агрессивны. Это уже зависит от вашего опыта игры. Что еще хочется отметить? Самая главная цель, с которой люди покупают Ягдтигрс, это фарм. Потому что эта машина фармит просто горы золота. Она превращает вас в Круджо Макдак. Вы берете и фармите. В принципе, для этого покупают Ягдтигр. Ну что ж, ребят, какой вывод мы должны сделать? Вывод крайне простой. Если вы хотите машину, которая очень-очень много фармит, из-за того, что у него высокий коэффициент фарма, низкая стоимость снарядов, низкая стоимость ремонта, суммарно он привозит у меня в руках минимум, минимум 80 тысяч грязными забоев. Это просто безумные цифры. Очень часто, больше трех тысяч ронов нанесли. Все, вы лидер, у вас уже больше ста тысяч. Почему еще советую поставить просветленку? Мы же фармим, согласитесь. Просветленка дает возможность вам подсвечивать врагов, особенно, когда вы танкуете впереди на первой линии, соответственно, по ним кто-то наносит ром, вы опять же получаете кредиты. Очень советую именно просветленную оптику поставить. Что еще хочу по всему этому сказать? Огромный боекомплект позволяет вам стрелять без засвета, стрелять налево-направо, как угодно. Возить ли с собой осколочно-фугасные снаряды? Да, исключительно для двух целей. Это ВТ-АУФ ПЗ-4 и замечательный танк Борщик Рейн Нету. Вот они должны получать от вас врубочку приблизительно на 300-320 дамаги. И еще критуйте им двигатель до красного, они это очень-очень любят. Ну что ж, в принципе, это все, что я хотел сказать по Ягдтигру. Это прекрасный выбор для тех, кто любит ПТХ, любит танковать и любит фармить, потому что фарминг танк просто потрясающий. Никаких нареканий, гораздо лучше даже, чем кусок. Я не знаю почему, возможно, я просто гнища. Ну что ж, с вами был Дрюс, с вами была передача «Железный капут». Обязательно подпишитесь на канал, что-нибудь напишите в комментариях. Поставьте мне, ну вот тут надо придумать слово на букву «Л», чтобы это было как бы заменить лефемизм для слова «лайк». Но мне было лень очень сильно, поэтому я сегодня этого не сделал. Просто поставьте «Мне нравится» под видео. Я желаю вам удачи, я желаю вам хорошей рабочей недели. Видео теперь будет выходить гораздо-гораздо чаще. Всем удачи, пока!